Добрый вечер, уважаемый телезритель! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани меча». В прошлом эфире я говорил о том, что после 25-го тура «Спартак» потерял шансы на чемпионство. После 26-го потерял шансы на чемпионство ЦСКА. Ну а после 27-го все потеряли шансы на чемпионство, потому что чемпионом стал питерский «Зенит». Обо всем об этом, а также Лига чемпионов, Лига Европы и, естественно, чемпионат России вместе с вами, а также с Сергеем Буслаевым, Иваном Маркеловым, Евгением Ворониным и Леонид Розенблат. Добрый вечер, друзья! А так разволновался, что «Зенит» у нас наконец-то стал чемпионом. Я заметил, что никто не запланировал. Но мы же московские все-таки клубы. Не забыл ты сказать, что после 2-го тура ты это говорил. Я об этом скажу, но чуть позже, когда мы перейдем к обсуждению именно чемпионства «Зенита». Ну а пока давайте пойдем по хронологии событий. На прошедшей неделе, вторник, среда, четверг, состоялись матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. И давайте сами вспомним и нашим телезрителям напомним, какие были результаты этих встреч. Итак, Лига чемпионов. Первые матчи 1-2 финала. И тут, как всегда, для некоторых любимый Аякс удивляет. В Лондоне на поле Тоттенхэма победил 0-1. Ну и Барселона любителей своих не стала удивлять, а просто порадовала. Со счетом 3-0 обыграли Ливерпуль. Друзья мои, помните, на прошлой передаче я сказал, что может так получиться, что две команды английских будут играть в финале Лиги чемпионов, и две команды будут играть в Лиге Европы. Лигу Европы чуть позже обсудим. Лигу чемпионов. Сергей, ты болел за Аякс. Я за Тоттенхэм. Ой, ты болел за Тоттенхэм. Проиграли у себя дома. Что, почему не сложилось? Ты знаешь, ну, игра была равная. В принципе, могли бы победить и Тоттенхэм, и Аякс могли бы победить. Но они и победили, да. Более видно, состав был постабильнее, помоложе, можно так сказать. И у Тоттенхэма были проблемы с составом. Но я тебе хочу сказать, что еще ничего не ясно в этой паре. Потому что Тоттенхэм – это такая команда, которая и дома, и в гостях играет одинаково. Она, если взять чемпионат, ну, премьер-лигу английскую, то там Тоттенхэм практически по гостевым матчам он лидирует по победам. Так что… То есть, такой местный английский ЦСКА. Да, ЦСКА. Да, только ты меня с языка сорвал. Как ЦСКА, да. Так поэтому еще ничего не ясно. И тем более, даже мне кажется, что Тоттенхэм даже лучше играет в гостях, чем дома. Тоже, опять же… Как вышесказанный, озвученный клуб. Так что здесь еще ничего не ясно. Понятно. Иван, Аякс в бело-красных цветах выступает, да? Насколько этот клуб порадовал тебя хотя бы в цветовой гамме? Было ли у тебя предпочтение к этому клубу? Ну, нет. Сыграли. Мне, честно, так вот. Ну, выиграли. Мне не понравился матч. Ну, не настолько феерично было, как это с Барселоной и с Ливерпулем, где все рвали и метали. Каждый раз не может огняться? А вот хотелось бы. Это все-таки Лига Чемпионов, это все-таки одна-вторая. Аяксы так радуют нас. Но тут, на самом деле, вот я с Сергеем согласен, что Тоттенхэм может, конечно, выдать, потому что еще Аякс, опять же, дома играет плохо. Они за последние, по-моему, несколько матчей там минимум по два пропускали. Ну, и забивали, правда, с тем же Витесом они его и обыграли, по-моему, если не ошибаюсь, 4-2. 4-2, да. Да, так что здесь вот в плане этого, ну, в плане борьбы, вот как раз-таки эта пара самая интересная получится у нас, в отличие от Ливерпуля, конечно, с Барселоной. По поводу Барселоны и Ливерпуля, да, я знаю, тут сидят некоторые болельщики Барселоны, ну, по крайней мере, сопереживающие, да, этому клубу. И что, вы поспорите со мной, что Барселона с Ливерпулем на 3-0 не наиграла? Наиграла, понятно, мы видим по счету, а мне кажется, что она, ну, не наиграла на этот счет. Конечно, не наиграла. Ты знаешь, вот бывает в баскетболе, когда не идет, бывает сильно команда, например, сейчас идет плей-офф в Ассоциации Американской, и там команда из Golden State Warriors, которая обыгрывает всех и вся, одна из лучших команд в истории, если не лучшая. Но у него в прошлом матче просто у лидеров не полетело. Такое бывает, и команда проиграла. Но у Ливерпуля-то игра шла, то есть они проиграли 3-0, в общем-то, показав свой уровень игры. Так что Ливерпулю отскорить. А может быть не надо было Ливерпулю играть вот с Барселоны вот так, от ножа? Да, мне тоже понравилось. Мне, наоборот, игра понравилась. Именно от того, что вот такой вот динамичный матч был, и те не садились в оборону, да, и эти играли в свой футбол. Мне Барселона понравилось, потому что я симпатизирую. Ну, Ливерпуль, наверное, не заслужил, может быть, 3-0. Ну, то, что больше заслужил победу, что заслужила Барселона, это очевидно. Вы знаете, Ливерпуль не заслужил проиграть 3-0, но при этом мог проиграть и 6-0. Вот и все. Ну да, может быть. Ливерпуль, давайте вспомним, перекладины, косолазины. Почему не везло? Это реализация. Барселоны были, моменты, она их реализовала. В Ливерпуле было море, они их не реализовали. Это футбол. Это футбол, действительно. Кстати, вспоминаю, да, баскетбол в том же, по-моему, армейской команде, там, до колонии играет, да. Он там меньше, по-моему, чуть ли не... Средняя у него статистика 25 за матч, а вот когда вторую игру, если мне помню, с Басконией играли, у него там вообще почти 8 очков. Вообще, говорит, ну ничего у меня не летело. Трешки, двушки, я не знаю, ну все, 8 очков набрал за целом. Поэтому тем интереснее будут ответки сегодня. Конечно. Ливерпуле терять нечего. Нечего, абсолютно нечего. Я думаю, будет это просто... Ну и по поводу Аякса хочется сказать, что... А, высказаться. Да, конечно. Потому что самая яркая фраза к этому матчу были слова одного из защитников Тоттенхэма, который сказал, что мы первые 20 минут вместе со стадионом смотрели футбол. Так что Аякс 20 минут показал тот футбол, за которым его все полюбили, когда льется атака, такая амстердамская фурия без обороны и атаки, просто полностью захвачен центр, генерируются идеи, очень интересно смотреть. И 20 минут хватило, чтобы забить, могли забить еще больше. Ну а потом как-то действительно матч перерос в такое русло, такое более усредненное, матч так и закончился. Но все впереди. Я бы не сказал, что Аякс свои вопросы решил. Ну сегодня у нас играет Барселона Ливерпуль, а завтра, соответственно, сегодня у нас седьмое, а восьмого играет Тоттенхэм Аякс или Аякс Тоттенхэм. Я думаю, будет нам интересно посмотреть этот матч. Телефоны вы видите на своих экранах. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашему разговору и давайте действительно поделимся своими впечатлениями впереди, потому что мы уже совсем скоро будем обсуждать и чемпионат России, и его, если не окончательную развязку, то, по крайней мере, очень и очень близко к этому. Давайте вспомним и Лигу Европы. Действительно, там тоже состоялись два полуфинальных матча и результаты вы видите на своих экранах. Итак, Айнтрахт, Челси 1-1 и Арсенал, Валенсия 3-1. Вот в этой группе, вот в этой, вернее, Лиге, да, вполне возможно, что два клуба могут встретиться в финале Лиги Европы английских. Или я не прав? В этой фаре, да. Ну, не знаю, последний матч, если я не ошибаюсь, в Валенсии там вообще, по-моему, 5. После первой таймы 5, да. Там команда последняя. Я понимаю, но какая разница? Вот они, на ней потренировались, и все, ну, все может быть, потому что, ну, вот я немного, так я честно скажу, Арсенал, Валенсию смотрел, но мне вот начало игры именно от Валенсии очень понравилось. Тогда давай скажем, Айнтрахт проиграл вчера или позавчера, он проиграл 6-1 у себя, не у себя, на выезде, даже дома. Потому что готовился. 6-1 проиграл. Потому что готовился к кому? К Челси. Я думаю, да. Но Челси отыгрывался, походу. Да, и тем более Челси, опять же, ну, нет. Но это было на своем поле, Айнтрахт. И опять же, у Челси, на самом деле, очень много тоже моментов было не реализованных. Но это вообще будет бомба, потому что Айнтрахт, на мой взгляд, по игре сильнее, а Челси, который не попадает в Лигу чемпионов из чемпионата Англии, будет из последних сил добиваться выигрыша в Лиге Европы, чтобы Лиге чемпионов. Чтобы пойти в Лигу чемпионов, да нет. Челси попал. Уже попал? Да, Тоттенхэм попал, Челси попал. Манчестер Сити и Ливерпур. Четыре команды уже определены. Ну, тогда я ставлю на это. Они уже спокойно могут пить кофе. О, ну что ж. Посмотрим, посмотрим. Матч будет в четверг, 9 мая. Поэтому, если кто-то и не будет наблюдать за концертом, который будет у нас 9 мая у кинотеатра «Искра», я всех приглашаю на этот праздник. Действительно, будет хороший концерт, будет салют. Поэтому, уважаемые жители Ленинского района… Что? Будут танцы. И будут танцы, естественно. А можно голосование? А кто хочет, чтобы Лигу Европы в четвертый раз подряд выиграл один и тот же тренер? Так, напомню. Как фамилия бывшего тренера Спартака, который тренирует танцы? Эмили, да. Он три раза выигрывал. Специалист по Ленинграду. Да, да, согласен, согласен. И сейчас он может тоже? Может, но он же тренеришка. Спартак кусает локти. Он тренеришка, поэтому он может абсолютно… Четвертый раз подряд, да, это получается? Да. Да, это в Севилье. Три раза выигрывала, да. А теперь все возможно. Итак, дорогие друзья, мы обсудили Лигу Чемпионов, Лигу Европы. Теперь переходим к чемпионату России. И так, как я сказал выше, после 27-го тура у нас определился чемпион. Если вы еще не знаете, кто это, то сейчас вы обязательно это узнаете, взглянув на экран. Чемпионат России. Зенит. Чемпион. И что, я опять не услышу аплодисментов? Нет, ты не услышишь. Хорошо. А тогда, не знаю, ведущему аплодисменты, который сказал о том, что еще после второго тура, что Зенит станет чемпионом. Друзья мои, надо верить не только себе, но и ведущему программы, потому что он никогда не ошибается. Чуть-чуть, но разбираемся. Итак, Сергей. Тяжело было ошибиться. Зенит. Чемпион. По заслугам. Вообще, были ли какие-то вопросы? Три тура до конца, Зенит все оформил и так далее. Ну, мое мнение такое, что, во-первых, по заслугам это точно, потому что, ну, другие команды, как-то, ты знаешь, не смогли что-то противопоставить Зениту. И даже в очных встречах, понимаешь, они, вот давай вспомним, кому Зенит проиграл. Зенит проиграл практически командам, которые в нижней турнирной таблице. У них и проигрыш не так много, у них и чьих больше. Рубин, Анджи, не соврать еще, кому Оренбург, кажется, и ЦСКА, да. Пять команд, у него пять поражений. Хотя, вот эти ЦСКА и Локомотив, которые тут ниже, у них всего по шесть поражений. Так что, все было в руках команд, которые сейчас не смогли навязать борьбу в конце чемпионата Зениту. Не смогли, да. Причем, они сами не смогли. Не то, что Зенит прям вот взял и все, ребята, согласусь. Возьмем вот этот тур, который мы сейчас будем обсуждать. Ведь получилось как? То есть, Зенит играет ничью. Ну вот, давай, Локомотив, интригу, давай, давай, выигрывай. И уже там все, там три очка останется. Да, останется три очка, и уже как-то будет интереснее. Но Локомотив проигрывает, все отдает. На тебе, ребята, берите чемпионство. К Краснодарам ничью играет, ЦСКА ничью играет. То есть, понимаешь, вот эти команды, которые должны были бороться, они сами отдали на блюдечки с голубой каемочкой, кубок. Да не отдали. Не, ну согласитесь, господа, что в этой части чемпионата Зенит по игре был сильнее, чем концовка. Жень, не соглашусь. Чем концовку он заканчивал совсем не как лучше. Весеннюю часть. Весеннюю часть, он играет здорово. А почему? Потому что они сделали классно. Они купили классных игроков. Они купили Бариуса, они купили Азмуна, и они купили Ракицкого. Люди, которые забивали, которые делали игру в весенней части. То есть, понимаешь, они за счет этого и выиграли чемпионат. Ну, это первый раз, когда команда, которая сделала такое относительно хорошее усиление, выиграла чемпионат. Опять же, все-таки они выиграли только из-за того, что они ровно прошли вторую часть. Они выиграли у всех середняков, в отличие от тех же «Локомотива», от того же «Краснодара», «ЦС Каспор», «Тарга». Я тебе говорю, а почему они выиграли весеннюю часть? Да, да. У нас еще часть весенней части. Сколько очков принес Ракицкий? Сколько очков принес Азмун? Просто очков. Азмун, учитывая, что он пришел весенней только весной, там у него, по-моему, то ли пять, то ли шесть забитых мячей за «Зенит». Больше. Нет, только за «Зенит». За «Зенит». За «Зенит». Пять или шесть мячей – это точно. Причем, учитывая, что первый матч, помните, как он в одном матче забил, во втором два забил, там еще что-то такое. Ракицкий начал со штрафных забивать. А теперь вспомни, Олег, кем усилились команды, которые ниже «Зенита». Весной, ось, зимой вернее. Кем усилился «Локомотив», кем «ССК», кем «Краснодар». При том, что очковый отрыв был большой. И кому нужно было чемпионство больше? Получается, нужно было «Зениту». Потому что они стали покупать игроков. Хотя, кто-то сказал, я не расслышал. Иван наверняка. Иван сказал наверняка, что, конечно, по финансовой составляющей, там, тягаться с «Зенитом» сейчас не может быть. Это Костя точно сказал. Не один клуб. А, нет. Да? Наверное. Поэтому они покупают кого хотят. Давайте будем справедливы, что «Зенит» ему покорилось уникальное достижение. Впервые в истории чемпионатов России и Советского Союза команда стала чемпионом не на поле, а в двух других локациях. В самолете. В самолете и вследствие изоляции. Да, да, да. Это да. Не, ну тут еще, опять же, надо понимать, что по факту «Зенит» не потратил, опять же, много денег вот в это зимнее трансферное окно. Они продали «Паредоса» и, знаете, 40 миллионов и 40 рублей. Ваня, Ваня, Ваня. Ты посмотри на скамейку. Мы сколько раз говорили вот здесь в студии. Ты посмотри на скамейку «Зенита». Там можно всех распродать. Они могут допускать еще одну команду. Человека, который сносит эти, какого, падает от этих манекенов? Ну, не важно. Не важно. Заболотного? Заболотного, да. Ну, там скамейка хорошая. Там Шатов есть. Скамейка хорошая. Жирков, который не попал на Лигу Европы, не заявлен был, потому что уже нет. Ну, я думаю, что он уже все закончил. Как Орен, который запасит. Сегодня пришла же информация, что Жирков может вернуться в Тамбов обратно. В Спартак Тамбовский. Да, Тамбов может выйти. Ну, не Тамбовский, он Тамбов называется. ФК Тамбов. Ну, понятно, да. Ну, тогда еще Спартак Тамбов. А что? А что? Там Ярцев, кстати, спортивным директором работают. Ну, Ярцев-то никаким образом. Если только то, что Ярцев тогда его не взял в Спартак, и он пришел в ЦСКА. Вот не знаю. Это хоккейный тренд. Дацук уезжает доигрывать в автомобилист. Жирков, Тамбов. Скажет Тамбов. Но все-таки «Зенит» сделал приятные и армейские борьбы. Как Орен в «Зенит». Потому что впервые в истории «Зенита» «Зенит» стал чемпионом с российским тренером Сергеем Симаком. Да, это точно. Так что мы с «Евгением» не могли вообще хаять «Зенит» в этом году, потому что очень радовались за Сергеем. Симака немножко затронем. Действительно, тренер российский, это раз. Во-вторых, ну, кто внимательно смотрел, тренер действительно думающий. Потому что вспомните, как он, вот, Ваня говорил, что состав большой. Ну, посмотрите, как он лавировал составом. То есть он менял какие-то связки. Он постоянно думал. Команда-то новая у него была. Да, да, да. И команда, понимаешь, набирал-то не Симак действительно команду. Он добавил вот этих трех игроков в свое чемпионское тренерство. Вот, а по ходу чемпионата посмотрите, как он искал лучшие варианты, лучшие какие-то на игру. Молодец, молодец. Нет, друзья мои, вот вы говорите, я не против. Действительно, российский тренер, это все хорошо. Назовите мне иностранного тренера, который приводил к чемпионству. Их всего-то у нас два человека. Да, Абул Зенит приводил этот адвокат. Ну, их всего два человека, по большому счету. А еще кто? Ну, и карьера в «Спартаке». Карьера и адвокат, получается. Ну, двое. Ну, все. Нет, Сполетти. А кто у нас? Уческу. Нет, Сполетти и этот, как его. Нет, Петер Желы, конечно. Билош Бош. Петреску. Петреску точно нет. А так у нас Газаевы, Слуцкие, Семины. Кто у нас там? Ну, Рубин есть только. Ну, я не знаю, Курбанова. Он уже свой. А, да, да. Ну, он нет, он туркменский. Олег, ты смотри, сейчас можно посмотреть, если на таблицу, да, вот так вспомнить, какая приеда тренеров молодых сейчас тренирует, командуются. Начиная там и Парфенов, Хохлов, Семак, Гончаренко, да, Оленищев. Тут, в принципе... Евсеев. Да, Евсеев, да. А, Евсеев, да, сейчас взял. Так что, интересно, понимаешь, слемянное поколение какое-то происходит. Я думаю, что и Семин может быть год, два и все. Вот, кстати говоря, Сереж, я немножко забегая вперед, посмотрел турнировую таблицу. Зенит набрал 58 очков. Последний раз, когда чемпионству хватало 58 очков, был, по-моему, ЦСКА чуть ли не вот какого-то там десятых годов. Даже раньше, по-моему. Даже не раньше. Если даже не раньше. Если даже не раньше. 58 или чуть ли не там третьем, что ли, в пятом году. То есть, понимаете, Зенит победил, правильно ли ты сказал, за счет того, что все остальные теряли. И они теряли, но и все остальные теряли. То есть, получилось, что на 58 очков Зенит оформил чемпионство. Такого давно, давно не было. Помнишь, года два-что назад, там даже 62 кому-то, по-моему, очка не хватило до чемпионства, второе место заняли. Ну что ж, друзья мои, зенитовских болельщиков поздравляем. Абсолютно, без всяких вопросов, заслуженное чемпионство. И не было никаких, мне кажется, вопросов, что судьи где-то там помогают, пенальти левые ставят. Ну, это было. Что-то такое. Если это и было, один матч. Мы просто не стали говорить об этом. Надеемся, что в недалеком будущем ведут видеоповторы. Жит, это мне кажется, что Зенит как о покойнике. Нет. А ты говоришь, либо хорошо, либо ничего. Да, я понял. Давайте, давайте мы переходим уже к чемпионату России, к 27-му туру. Там тоже есть на что посмотреть. Были, как говорится, центральные матчи и были неожиданные результаты. Итак, чемпионат России, 27-й тур. Енисей на последнем месте обыгрывает Анжи. Хотя, мне кажется, Енисееву уже и эта победа не нужна была. Анжи куда больше, хотя тоже уже не факт, наверное. Рубин Оренбург. Рубин наконец-то набрал первые три очка. Если мне память не изменяет, чуть ли не за последний там... Весенней части. Первая победа. Да, первая победа в весенней части точно. Спартак-Урал. Ну, тут Спартак, какой-то сумасшедший удар Фернанда на 82-й минуте. И Урал, на мой взгляд, абсолютно не заслужил поражения в этом матче. Ахмат-Зенит 1-1, Арсенал, Локомотив. Самый, с одной стороны, неожиданный результат, но с другой стороны, об этом тоже поговорим. Крылья Уфа 1-1, ни тому, ни другому ничего не помогло, они находятся в зоне вылета. ЦСКА, Динамо, центральный матч Тура, Дерби 2-2, тоже об этом матче чуть подробнее поговорим. Ну и Ростов-Краснодар 1-1. Вот тут поведение, что называется, Краснодара, немножко непонятно. Побеждай, и ты напрямую в Лигу Чемпионов, потому что оставшиеся матчи у них, ну, просто с командами, которые стоят на вылет. Друзья мои, давайте обсудим матч Арсенал-Локомотив. Счет, еще раз напоминаем, Арсенал у себя дома в Туле победил со счетом 2-0. Ну и для тех любителей статистики, или, по крайней мере, кто помнит, Арсенал в весенней части этого года 2-0 обыграл ЦСКА, 3-0 обыграл Спартак и 2-0 обыграл Локомотив. Друзья мои, в чем феномен или феномен Тульского Арсенала? Может быть, смена тренера так повлияла на, может быть, на расстановку, на тактику. Но Арсенал действительно показывает красивый футбол, и приятно наблюдать за этой командой. Я даже стал переживать и думаю, что, может быть, она даже поднимется выше наших там закатых друзей. Иван, как-то отреагируешь на этот выпад практически как с шпагой. Ну, лишь бы им подкликнуть и все. А в чем? Ну, в чем смысл? Спартак хоть что-то сможет, я надеюсь, показать в Лиге Европе. Это когда последний раз было, чтобы Спартак что-то в Лиге Европе показывал? Вот уже вспоминает его. Вот недавно. Из группы-то вышли. Какой? Спартак единственная команда в России, которая заняла четвертое место в Лиге Европы. Ну как? Здравствуйте. Вспомни прошлый год. Мы даже это обсуждали, что они поставили антирекорд Спартака. Помните, что это единственная команда в Лиге Европы, которая заняла четвертое место. Четвертое. Хорошо. Ну и ЦСКА рекорды в Лиге Чемпионов ставят. Арсенал пришел туда, мы говорим, новый тренер Червиченко. Он и в Локомотиве себя пробовал. Он и, господи, какой у него последний клуб-то был. Ладно, могу не вспомнить, но сам факт. Пришел в Арсенал. То, что у Арсенала был до этого тренер, кто у нас там, Божевич был? Кононов. Кононов. Прямо в Спартаке. И как раз Спартак обыграл и уехал в Спартаке. А помните историю, когда Оленичева освободили от должности после второго-третьего тура, Карера принимает команду и говорят, что чемпионство Спартака вышло на плечах Оленичева. Олег, а смотри, ты спросил, в чем феномен, что Арсенал обыграл три главные московские команды. Смотри. Спартак он обыграл, потому что Кононов никого не взял в Спартак. ЦСКА обыграли, потому что команды побратимы, а мы всегда с побратимами играем плохо. Локомотив, ну тут все понятно, Тервиченко работал в Локомотиве, работал достаточно удачно и тоже обыграл принципиального соперника. Вот это я понимаю. Вот загрудил интригу. А когда Арсенал с ЦСКА ты ставил побратим? Побратимы, что-то не слышал. Ну, турская команда все-таки. Ну, по крайней мере, мы не враги точно. Ну, как лыжники, ребят, я вот удивляюсь. Завтра еще наставу побратимы Мухачева, то с лыжниками объединились, то еще. Не, ну что, а что ты имеешь в виду против лыжников? Я тебе потом расскажу. А, я понял. Не, понимаешь, мы не с лыжниками, мы с биатлонистами. Потому что я зашел в книжный магазин и вижу, книга стоит ЦСКА, такая красивая, яркая, большая, глянцевая. У него что-то купила я себе. Нет, нет. Или ты пожадничал денег и просто почитал там все. Мне стало интересно, я люблю историю. Я начинаю смотреть «История команды ЦСКА». И там написан вопрос. Вы знаете, почему ЦСКА стал с такого-то года, значит, то есть дата образования стала 11-й год? Думаю, интересно, почему написано в этой книге? Переворачиваешь страницу, а то написано «потому что». Там вообще ответа нету, понимаешь? Такая ингредиентная такая. Это ответ практически на все вопросы. Знаешь почему, Сергей, знаешь почему? Потому что хорошая книга, она не отвечает на вопросы, а ставит новые. Я-то знаю, я-то знаю почему. Я могу лекцию прочитать. Я-то даже было просто с философической точки зрения подойти. Друзья мои, Арсенал, ну, действительно, я думаю, что к Червяченко вопросов нет. Мне нравится, что мы будем в последнем туре играть на обновленном стадионе «Динамо» именно с Арсеналом. Вот будет красивый матч. Вот это будет матч, если еще и четвертую команду обыграет «Московский Арсенал». Вы видели, как мы в ЦСКА играли? Ну, в ЦСКА уже Евгений сказал, у вас в ЦСКА всегда лучшие матчи. Ну да. А я анонсировал, что, собственно, мы сейчас здесь и перейдем. Ты попал в самую точку. Мы и лучшие, конечно. Лучшие, Сереж. Лучшие. Непонятно. С одной стороны, мне непонятно результат локомотива, да? Ну, все в твоих руках. Все в твоих. Известен результат с «Зенитом». Зная результат «Зенита», да, проиграть. Подрасслабились. Ну, ничего. Давайте идем к следующему матчу. Центральный матч этого тура, вне всяких сомнений. Игра порадовала, я уверен, болельщиков, по крайней мере, своей игрой. Но вот насколько они обрадовались тому результату, который был зафиксирован после финального свистка. Итак, ЦСКА «Динамо 2-2». Евгений, к тебе первый вопрос. Все-таки вы были хозяевами на этом матче. Нет, они гостеприимные хозяева. Они очень гостеприимные. Баннер видел? 17 матчей подряд ЦСКА не может выиграть у «Динамо». Я знаю, как он ни разу, будучи тренером любых и всех возможных команд, ни разу не обыграл «Динамо». Это что, опять в церковь? Нет, есть неудобные команды для всех. Буквально команд есть неудобные. Для нас неудобные «Динамо». Вроде бы и в то же время братья, и вроде бы и встречаем их, и все замечательно. И обстановка на секторе была просто беспозвольная. И болельщиков сколько было. И болельщиков, и мне пришлось даже вот этот вот, который баннер был растянут, мне пришлось его держать. Я держал одну сторону, я держал вот эту вот с левой стороны. Вот эту, не, 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 вот эту сторону, которая ближе... Белый-синий держал, наверное, да? Нет, я держал синюю. Ну там единый был, говорю. Да-да-да-да-да. С песни вот первого фраза я держал-ка. Поэтому держал, помогал фанатам, которые такие уже... Так вот почему? Теперь-то я понял. Почему ЦСК поделила очки с Dinamo? Да нет. Поделили. Они, мне кажется, действительно pace к нему. Были нужны очки Dinamo. И после ZENIT и после LOKOMOTIV. Тоже самое. ребятки все в твоих руках ну да я понимаю но я говорю что по если посмотреть все матчи которые играются искал в этом отрезке чемпионата то практически каждый матч у нас новая линия защиты то один травмирован то не долечился то красная карточка то еще что то то есть у нас ну да и что-то и ну что там случилось честно скажу мне очень хочется чтобы вас потянул вот эти два матча которые гончаренко ставят последние и васина и на бабкина и мы проваливаем эти левые фланги мы не знаем даже сам скажи мне перчатался в центре поля когда был забил динамо но же защитник он и остался последний но первое на мяче играет даже гончаренко сказал такие детские ошибки делать нельзя а ты а ты первый на мяче это должен был отработать его просто на раз а ты там и начинаешь в балет играть какой-то не пойми ну соответственно еще когда выходил динамовский игрок мы здесь были с своим другом там он сказал говорит ну сейчас посмотрим еще время даже было вот сейчас посмотрим говорит выручит там игорек или не выручит а игры как стоял он даже не побежал ему навстречу или когда нет когда первый когда кардосу да когда когда кардос забивал даже не побежал там же еще он сокращал если бы он пошел вперед этому сократил там под рукой где-то у него пролетел мяч ну все равно не все дело в том что там бежал защитник бежал защитник и если бы тот жакин феев например вы за его лишь обыгрывать ему пришлось бы уходить а это соответственно время защитника была возможность хотя бы борется защитник с нападающим вратарь стоит на меня там уже есть уже прямой выходил не ну поменьше от религия давала у него не фразу что вот все в твоих руках да у армейцев было смотря как хочется вернуться как хочется ворота городок послушай все в твоих руках может армейцы надо песни ажелики ворум перестать слушать да и в клипах сниматься и вот это песни михаила круга слушать приходите в мой дом наши двери открыты не на самом деле атмосфера там было действительно другое было просто сказать сколько очков потерял цска на домашнем стадионе даже не лучше не говори не надо хорошо заплатить а я тут статистику смотрел олег ты любишь а я скажу 12 место сейчас цска занимает 12 по играм на своем стадионе еще более шокирующая статистика что армейцы весенней части первенства занимают 13 место и они до вида нового года пропустили больше двух мячей только в двух матчах а после нового года пяти матча пошло но единственное что вот одна положительный момент да есть мы забили два мяча со стандарта вот вот положительные моменты динамо динамо вам принесло все стандарты проиграл цска я согласен на сто процентов потому что я не динамо да проиграла все стандарты какие можно все угловые все штрафные все выиграли цска вот это надо отдать должное и практически могли забивать да вот именно стандарту но вот динамо забивала с игры как ни странно понимаешь динамо до наоборот до перерыва на чемпионате забивал почти практически 80 процентов со стандарта все мячи а здесь вот сска как тот пошло и кордозу технично забил и панченко тут своей бывшей команде положил ну молодец он не стал праздновать ну парень хороший конечно все понятно вот и удалось даже пообщаться с ним после матча да но тут второй мяч меня удивил хохлов допускает ошибку штрафной пробивает сска то есть стандарт опять же никто во время стандартов не делает замены не угловые когда бьют не штрафные тут хохлов почему-то решил сделать замену выпускает маркова который стоит перед ним вот так вот стоит этот японец ваш хакамада или кто там вот и главное прыгает этот японец бьет затылком попадает в голову маркову и мяч так летит по такой траектории что уже и шунин который классно играл на матч не смог достать и шунина цска сделал героя матча он один сейф сделал всего за матч что он стоит на два сейфа остальное все билд армейцев били они просто били в руки почему в руки чалов пробил в угол вытащил потом магнусен пробил от земли он там вытащил вот жень почему у тебя все время ну почему все время кажется что бьют в руки а не вратарь выбирает позицию а почему все время почему-то про спартак да вот мы начнем разговаривать почему проиграл спартак а не выиграл он живу спартака подожди попозже подается попозже а попозже хорошо про динамо говорим а хорошо мы потом поговорим динамо упустила победу честно то есть ты не считаешь чтобы мы то могли забить наш клиент ты сам говорил сам сознался в этом мы пришли к своему клиенту ребята нам надо три очка ну и нам тоже на три очка вам надо но вы не на все время играть для вас либо 00 либо там вот максимум 22 но я не говорю про вот эти 4041 вот 22001010 в другую заботы по статистике их с каком там сорокового года да у нас никогда мы большими счетами ладно я закончу тогда давайте значит гончаренко выиграл хохло как тренер выиграл я считаю потому что заменами он немножко переломил ход игры а хохлов ослабил потому что он за 15 минут практически убрал нападающих одного и второго выпустил одного нападающего вот зачем-то выпустил еще одного полузащитника оборонительного насытит центр куда там насыщать я не знаю и эти кстати что самбо что марков они практически привезли оба мяча выйдет выйдет ну не оба но сам бы не привез но он сделал там этот тоже штрафную а штрафной пробивали самбо сбил а марков вышел затылком добавил вот видите два парня вышли на замену поэтому гончаренко то он переиграл переиграл хохлова вот хохлова что тут есть немного но я не думаю что гончаренко переиграл и играл друзья мои а если подводить итог не так много времени осталось они все про не переиграл до ничья 22 мы говорили о том что шунин великолепно отстоял и действительно у него были великолепные сейвы и он выходил до порой ошибался и командовал командовал и как он заводил их там так сюда по мне 1 уже передачи мы говорим о питание цска нашим великом вратаре игоря кинфееве я пока попридержу свои слова евгений илья вам есть что сказать с вратаре вашей команды ошибок со стороны в последнем матче точно не было пропускал он те мячи которые должен был пропустить не выручил да ну как может быть выручал раньше я может быть соглашусь что тащащий вратарь а кинфеев безусловно в этом году его таким вратарем не назовешь вот если можно эту претензию ему такую выкатить что он не тащит как ни странно который тащил раньше тогда можно сказать что его уровень упал видимо это будет даже что этому виной стал что чемпионат мира и то что вот эти последствия вот эти вот ноги его кинфеев памятник поставить и так далее так далее как раз медные трубы это вот видать они но все-таки давайте отметим что в этом году армейцы играют более открытый футбол чем все предыдущие несколько армейских ворот моментов это вот было кстати матч динамо цска был похож на матч до некоторой степени европуль барселона что армейцы могли пропустить намного больше и забить могли а вот два-два счет и все и не нравится все равно и игра хорошая молодежь хочется отметить мне понравился и чалов понравился и обликов и ахметов да нет ну принципе я следил за ними ребята что это за удары из этих моментов можно просто колотить понятно понятно но я не могу кстати говоря извини что перебила не могу сейчас в эфире сказать слова которые после удара чалова я произнес но я просто реально подержу это вот щечка 16 метров ну не знаю мне кажется момент у него есть смотри олег момента нашей школе моменты не он себя создается это ахметов создает влаше создает вот эта команда и пошли моменты создавать заметьте какой-то не и пошел порит чал уже не первый но там давайте так скажем виноваты в обоих главах защитники там на бабкина во втором фернандес потому что фернандес не пошел за панченко ты видел как он шел пешком просто панченко бежал а он за ним идет и это во первых панченко и не его игрок был не его но в штрафной ты видел сколько с армейцев стоял штрафной около кинфеева там четыре или пять игроков стояла не ошибка там бегает панченко а тебе напомню а краснодар как забил цска не так же подожди панченко вылетел панченко вылезал все разница вылетел там а защитники куда смотрят краснодар то так же забил системная ошибка правильно это вот салют один в один говорит о том что вот на самом деле надо было несколько прикупить вот таких матерых футболистов которые бы помогли молодежи вот молодежь это все хорошо им набираться опыта но вот 12 два не значит это напоминает вот ты правильно сказал что это напоминает немножко наш нашу команду образца там 2002 года когда пришли братья березуцкий да когда игношевич там был молодые вот они они тоже допускали такие же ошибки практически ну да столько напомню тебе что цска стал чемпионом на второй на второй на второй ждем следующий год да все что ждать нам от спартака потому что конанов поплыл поплыл ну наверное это правильно до слова или да нет опять я вот считаю что не поплыл а как последние три игры и не побеждают а ну хорошо урал урал победили до этого а до этого мы с кем с с арсеналом с господи сыграли тоже в ничью с рубином с рубином 11 до но то там тоже практически на последних минутах упустили ваня но здесь тоже повезло спартаку урал сколько моментов ну и у спартака ну и на нет ну там и стоится и с другой стороны были такие моменты ну победить могла любая да победить тут могла бы любая команда может и может быть да показалось бы что закономерным было бы ничья но вот случай он есть лучше вот этот удар фернандо как и вчерашним до компании тоже да взял ударил и все и залетел но мне кажется что опять вот этот чехарда с тренерами вот если вот он в следующем году мне кажется все равно год надо дать поработать ну это в любом потому что ну нет невозможно так чтобы он я не знаю ну вот как как у каррера получилось хоп и все хорошо сейчас наступит межсезонье пускай но небольшое до по по времени как ты думаешь в новый сезон он войдет с камбарами ещенко и ященко прекрасно сыграл кстати вот вот один раз вот у него вроде у него все есть все говорят про его работоспособность он может носиться но а толку от этого никакой потому что есть зобнин вот он как раз таки у тебя едет может быть у него же есть да проблема со здоровьем но при этом он носится как у ященко защитник крайне ну какая разу а в не в центре работает все равно ну это точно примерно такой же объем работы похожий что именно черновой большая часть черновой работы ну вот другого будут покупать я думаю нет надо не на самом деле чистить ничего страшного в том что уйдет камбаров уйдет глушаков нужно расставаться на хорошей ноте просто и брать кого-то либо молодых опять же почему-то вот самое интересное что получается цск берет своих а мы покупаем у динамо нет 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 у троих купили при этом есть свой спартак 2 есть молодежка которые до идут лучше спартака играет в различных клубах играет неплохо да друзья мои давайте остается не так много времени посмотрим турнирную таблицу после 27 тура кто бы мог представить что зенит в этой таблице на первом месте 58 очков мы об этом говорили а вот дальше идет совершенно такое арифметическое 49 47 45 43 да и эти четыре команды претендуют на самые высокие места но в то же время и арсенал до 42 очка я думаю что ростов ахмат наверно уже все они навряд ли поборются за европу а вот нижняя часть турнирной таблицы она практически без изменений вот уже на протяжении ну не знаю семи восьми туров точно да енисей на последнем месте динамо на двенадцатом и тут в общем-то никак изменений у нас не происходит но смотрите крылья советов команда которая попадает в переходные матчи им еще играть и с спартаком и с на если память не изменяет сейчас скажу вам абсолютно точно из цска последний туре да не там кажется нет зенитом нет они сыграли зенита перед этим какой-то там еще будет матч у них такой серьезный не на крылья в порядке они в стыках разберутся я согласен ты как там да согласен давайте перейдем к следующему туру чемпионат россии 28 тур посмотрим с кем встречается и каков каков центральный матч тура оренбург урал оренбург нас то радует то огорчает непонятно что с ним происходит да уралу уже наверно ничего не надо он не попадает ни туда ни сюда динамо ростов вот тут будет очень интересно если ростов потеряет очки то он окончательно и бесповоротно остается на том месте динамо надо побеждать и тогда они окончательно никуда не вылетают и не переживайте не переходит в переходные матчи амиду от может вылететь переход на 30 почему конечно 2 переходные попадают вылет напрямую не вылетают на прямую вылетают два клуба да анжи на пятнадцатом месте 20 очков 20 очков а у динамо 30 а 30 я перепутал 28 можно 29 только набрать все все было не просто играем локомотив рубин локомотиву ну по-любому надо побеждать у себя дома потому что прямая путевка в лигу чемпионов спартак уфа уфа ну тоже в принципе под переходные матчи скорее всего она ну игру точно не сдаст но и спартак будет играть со всеми командами которые стоят и но и зенит до цска центральный матч тура если бы на прошлом туре зенит не оформил свое чемпионство но борьба будет все равно интересны но и напоследок у нас остается одна минута давайте все таки еще раз действительно вспомним кому какие команды достались из первой пятерки так смотрим зенит которому ничего не нужно игра из цска ростов и енисей енисею уже даже эта игра не поможет до ростову ну скорее всего нет локомотив чуть сложнее все-таки мне кажется график они с рубином играют ну пускай дома но все таки рубин не последняя команда уралом играют на выезде и уфа которые очки нужны но просто позарез чтобы не улететь ниже краснодар самый наверное сложный график в том плане что последние две игры решающий арсенал и рубин дома сыграет цска зенит ахмат крылья ахмату ничего не надо крыльям практически ничего не надо зениту но играем дома два матча да и спартак уфа крылья советов оренбург тоже не подарок но побеждать можно итак чемпиона мы знаем кто будет на втором месте краснодар локомотив договорились цска будет на каком месте на третьем 4 ну что ж мы услышали а во вторник следующий вторник в 2020 мы уже будем иметь какие-то расклады чтобы точно понимать кто на какое место претендует ну а пока болеем за своих пока а